Поехали. Финалем. Мы с тобой прошли практически всю дорожную карту, которую я хотел тебе рассказать. Первое. Ты точно знаешь, что мы абсолютно разные и живем в изменчивом мире. Мир меняется гораздо быстрее, чем ты приспосабливаешься к нему. Твоя задача в отношении саморазвития находить в себе силы и мотивацию, а для этого тебе нужна твоя жизнь и твоя цель, чтобы адаптироваться к изменчивому миру. Так как мир меняется, тебе необходима опора, которая позволит тебе уверенно стоять на ногах в переносном и в паренном смысле, а для этого нужно понимать, какие опоры у тебя есть, чтобы опираться на них и смотреть, как они у тебя сейчас есть. Следующее. Саморазвитие как твоя основная опора. Ценности как фундамент твоей опоры, на которой стоит саморазвитие. И в результате мы подходим к пониманию тому, куда же ты стремишься в своем развитии. Ну что ж, мы подошли к финалу нашего вебинара. Финал заключается в следующем. Я тебе постарался рассказать базовый подход к тому, что такое саморазвитие. К тому, что для тебя является важной априорной целью, которой является ты сам. Твоя цель и твои ценности. Когда ты осознаешь свою цель, когда ты поймешь свои ценности, тебе станет понятно, куда тебе развиваться. И для этого тебе не нужны будут советы никаких других людей. Ты точно будешь знать, что тебе делать. Соответственно, следующий вопрос, который я хотел, чтобы ты записал. От каких ограничений тебе необходимо избавиться? Итак, на следующем листе мы пишем ограничения. Что тебе мешает? Поехали. Один, два, три. Следующий вопрос. Как я могу понять, какие знания и навыки понадобятся мне в будущем? Пишем на листочке «Мое будущее». И там смотрим на наш первый лист, который у тебя есть, где у тебя была записана цель. И переносим мы сюда «Моя цель в жизни или в профессии» – это тире. И здесь ты пишешь. Например, Ян Кринок, стать самым лучшим и интересным ведущим вебинарах. Например, да? И тогда я могу понять, чтобы мне таким стать, мне нужно узнать от тебя, что тебе понравилось, что тебе не понравилось в этом вебинаре. Как мне сделать так, чтобы он был тебе полезен. Чтобы после того, как ты его прослушал, ты точно знал, что тебе делать. Чтобы после того, как мы с тобой провели это время, ты точно смог ответить себе на вопрос. А что я получил в этом результате, прослушав этот вебинар? Какая цель? Какая в нем ценность? И тогда ты точно понимаешь, что тебе развивает. А я понимаю мне, куда мне развиваться, соответственно, какие знания, навыки понадобятся мне в будущем. Получается, что так или иначе ты становишься своим собственным проектом своего развития. То есть жизнь как проект. А у проекта всегда есть цель, процесс и результат. Цель – это стать, повысить свою капитализацию. Процесс – мой постоянное развитие. Результат – я стану жить более эффективно, мой бизнес станет работать лучше, я буду зарабатывать больше, я буду приносить на своей работе больше пользы как своему предприятию, так своей стране, вообще в целом и себе тоже. Соответственно, мы теперь подходим на вопрос, что и как мне развивать в себе. А этот вопрос будет твоим домашним заданием. Этот вопрос, который ты сейчас запишешь на чистом листе, что и как мне развивать в себе. Пусть этот чистый лист лежит у тебя возле компьютера, на твоем рабочем столе. Пусть он прикреплен у тебя на стене. Думай на него, смотри на него и думай. Делай то, что тебе кажется важным. Записывай туда каждый момент, который может тебе помочь. Записал, проанализировал, нашел информацию, получил информацию, решил, использовал, внедрил. Вот такие простые вещи, которые позволят тебе действительно четко и быстро следовать результатам твоего развития. Потому что я хочу, чтобы ты стал человеком, который в первую очередь хорошо знает себя. А если ты хорошо знаешь себя, никакое влияние внешней среды не позволит тебя сбить с толку. А это значит утащить или отвлечь тебя от достижения именно твоей цели. Помни, что твоя задача работать над укреплением опоры твоей. А что это значит? Узнать себя, обозначить свои ценности, уважать собственное мнение, установить личные границы, научиться слышать свое тело. По большому счету ты проходишь некую трансформацию. Ты осмысляешь, понимаешь, формируешь и реализуешь. Вот этот самый простой алгоритм из четырех действий. Я осмыслил, я понял, я сформировал и я сделал. Что значит осмыслил? Я быстро осмысливаю ситуацию, что в ней самое важное. Например, мне нужно чему-то научиться. Зачем? Почему? Что это мне даст? Второе. Я понимаю собственные интересы и предпочтения. Я могу научиться разными путями, разным вещам. Что мне выбрать? Тогда, когда и выбирать это нужно с учетом своих ценностей и целей. Третье. Ты формируешь идею и цель своего развития. То есть для того, чтобы... И дальше описываешь. Соответственно, подходом находишь инструменты, реализуешь и получаешь варианции. То есть ты оцениваешь текущие ресурсы и можешь реализовать свою цель. Итак, осмысляешь, понимаешь, сформулируешь и реализуешь. Но самое главное, и я всегда это говорю, тебе нужно точно знать, что что бы ты ни делал, это то, что нужно именно тебе. Ни кому-то другим. Ни вашим родственникам, ни вашим родителям, ни вашей жене, ни вашим детям. А это нужно тебе. Твое развитие, твоя личность, твои результаты и твоя ответственность. Чтобы отслеживать динамику твоего развития, нужно ставить показатели. А это значит, что любую информацию можно оцифровать. Любое обучение можно оцифровать. Количество проведенных уроков, количество сделанных домашних заданий, количество внедренных в свою жизнь инструментов, количество отработанных часов и так далее, и так далее. Мы можем сделать много-много всяких вопросов, которые позволяют тебе проверить динамику твоего развития. Развитие в том числе требует ресурсов. И самый главный ресурс – это время. Время, к сожалению, нельзя собрать, сколлекционировать. Но можно собрать другую энергию, являющуюся результатом твоего времени вложенного. Это ресурсы, материальные ресурсы. Ты можешь знать, сколько стоит твое обучение. Ты можешь поехать куда-то учиться. На все это нужны тебе ресурсы. И сейчас ты можешь начать сформировать свой финансовый план поддержки твоего обучения. В том числе туда могут ходить и поддержка государства, поддержка семьи, поддержка родителей и так далее, и так далее, и так далее. Но ты должен понимать, что обучение требует определенных ресурсов для того, чтобы начинать свой путь. А так как это финал, то это очень похоже на некие мои пожелания тебе. Ты уникальная личность, и твой путь – это исключительно твой. Начни путь своего развития. Помни, что у человека есть достаточно ресурсов, знаний, навыков и опыта для того, чтобы достигнуть любых поставленных целей и задач. Поэтому любая твоя цель достижима. Жизнь – это прекрасный миг на этой планете. Лови момент жизни. Получай удовольствие от того, что ты делаешь. Даже сейчас, когда мы с тобой провели это время, получи удовольствие от того, что ты сделал. Найди в себе силы и радость от того, что я что-то узнал новое. Класс! Я с кем-то поделюсь. Я что-то проговорю. Смотри по сторонам. Мир настолько прекрасен и удивительен, что идеи о твоем развитии могут быть просто вокруг тебя. И тебе нужно просто научиться их замечать. И этот щелчок, я бы хотел завершить им наш вебинар для того, чтобы понять тот инсайт, который у тебя рыгался. Чему же тебе все-таки нужно обучиться? Какое твое направление выбрать? Или может быть подождать и начать учиться чуть позже? А может быть бросить все и начинать развиваться прямо сейчас? Настало время для того, чтобы спросить тебя, а что ты вынесешь в обычную жизнь из нашего вебинара? Чем бы ты хотел поделиться с нами? Чем для тебя было это время, которое мы с тобой провели здесь вместе? О чем ты будешь размышлять?